Здравствуйте! Здравствуйте! Меня видно? Да, видно. Здравствуйте! Сначала бы познакомиться хотел. Меня Александр зовут, 19 лет, и у меня тема церковь. Я уверовал буквально несколько месяцев назад, ходил в церковь, но потом я перестал ходить, потому что, когда я начал смотреть ваш канал, я понял, какое беззаконие сейчас творится в наших храмах православных. И вот я хотел бы вас насчет этой темы разузнать все подробно, и чтобы начать ходить в храм уже самому, чтобы все правильно было. Поэтому, вот, так вот. Я вам материалы скидывал свои? Да. Ну вот там и найдите сайт, называется сайт. А в сайте ты найдешь ответ на 4124 вопроса, которые разбиты на 55 папок. Уже давно все отвечено. И тогда вы будете ходить в церковь с благоговением, вне Божьей церкви нет спасения. Сектанты, баптисты, там, адвентисты, святели уговы, все это еретики. Они все упрощают, а ничего нету. Нету священства, нету, значит, таинства. И причащаться нет, они не имеют права крестить. Вместо прощения грехов, говорит, золотого сосквернения. Так что вы пришли в нужное место, и вам я все скинул, только начинайте заниматься. У меня самые большие ресурсы на весь интернет. Больше этого нельзя дать. Да, я давно вас смотрю, вот я знаю все. Ну вот, ходите в церковь, приглядывайтесь внимательно, встаньте где-нибудь в уголке, ничего, никого не трогайте. В храме ни слова не говорите. А где будет возможность, там раздавайте. Если у вас, ну, возможность будет, приобретете наши книги, хотя они там уже есть. Вот так, при желании. Потому что тираж небольшой, и все к концу идет. Ну вот, я когда в храм ходил, еще до того, как ваш канал увидел, вот на службе ходили с тарелками. И вот, да, в общем, деньги-то люди-то ложили, я в том числе. И вот, я не знаю, стоит ли, не стоит вложить-то им. Не стоит. Должна бы десятина. Торговли не должно быть. Торговли никакой в храме не должно быть. И с тарелкой не ходят, вот как у нас. У нас с тарелкой не ходят. Ни рубля нигде не шумит. Платят десятину, по слову Божию, закон такой, для поддержания священства. И все. А то, что я вложил, это вообще влияет на что-то? Ну, запрещается. Господь выгнал бич, сплел и выгнал торгаши. Ходят с тарелки. Люди пришли молиться, а они мамонии кланятся. Ну, вот я по незнанию тоже вот в эту ловушку угодил. Да нет, ловушки никакой нет. Вы обратились вовремя. Если вы с молитвой давали, ваше к вам и вернется. Оно не пропадет. Впредь стой и не гляди на них. Никто тебя не заставит. Они не знают, как с людей больше взять. Мы же обходимся. Вот у нас 30 лет только потеряем, пусть трое мы. У нас никто не ходит этого. И даже не знают. Это легко установить. Так, вопрос снято. А вот еще там в храме на стенах висят такие ящички под замочком. И туда тоже деньги ложат. Вот туда тоже не стоит? Ну, это надо знать. Ящик. Куда он идет? Кто ими распоряжается? Это надо добровольно узнать. Если это идет на строительство храма, к кому деньги попадают, действительно они будут использованы как надо. Тут надо разбираться. Если есть сомнения, то обязательно разузнать, кто ими руководит. А если торговли в храме нету, вы просто в руку священнику отдайте, и все. Если торговли нету. А если торговли есть, то ничего не надо нигде. Это уже не надо ни ложить, ни в тарелку нигде. В торговле есть и там эта лавка, как бы киоск. Там тоже продаются свечи, продаются иконы, всякое-всякое. Ну, это везде почти так. Все. Торговля изгнана. Торговля и храм несовместимы. Это вы в нашей книге «К истинному православию» найдете. Вот когда зайдете в сайт, там мои книги, «К истинному православию» называется. Я ее 40 лет материалы доставал. Сейчас переиздавать готовимся. Ну, а вот насчет «десятины». Если... Ну, я в городе живу, тут храмов много, но вот как «десятины»-то оплатить, если торговля везде присутствует? Значит, найти надо где-то, где не торгуют. Перед Богом это все. Найдите такой храм, где не торгуют, и там можете. Пока откладывайте, копите. Ну, а если таких нет храмов? Как нету? Вот я и говорю, у нас два храма, в городе и в деревне, у нас нету денег. Нигде. Ни с тарелкой, ни торговли, нигде нету. Так что желающие могут это направить. Направить у нас ничто не пропадает. Издание, книг идет. У нас многое что делается. Я вот начальник детского лагеря был 45 лет. Без помощи государства, директор. Тысячи детей подняли. Этого никто не делает. Мы с нуля начали строить деревню православную, одна на всю страну. Кто думает поселиться, должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот пять характеристики, что у него должно быть. Откладывайте пока, там видно будет уже. Так, еще что? Ну, а откладывайте, работу еще нужно. Так что, ну вопрос снят. Откладывать на эту работу нужно искать. Раз торговля идет, значит, где-то отдельно кладите. Мы раньше откладывали, а потом отдавали, где печатали Евангелие. Ну, а сегодня-то это нет, а Евангелие даром. Ну, богатые люди заплатили, раздают четыре Евангелия Красного по благословению Патриархи Кирилла. И все раздают, там по домам ходят, в разных предприятиях. Желаешь Богу служить, Бог тебе укажет путь. Путь истинный, прямой. 14,6 Евангелие от Яна говорит, я есть путь истинный и жизнь. И никто не приходит как сука, только через меня. А через Христа, это значит торговли нету. Без Христа там торговля, пока он бич не сплел. Торговля, это говорит, что Христа там нету. Где Христос, там все валяется, выброшено. Ну, вот еще вопрос. Я, когда стоял на службе, помню, значит, как называется этот, где свечки-то, свечи стоят. На чем они стоят? Я не знаю. Подсвечник. Да, вот. И значит, там человек, вот при храме, который там служит, он, значит, сказал мне, как бы, помочь ему. Вот свеча мне догорает, и он мне говорит, чтобы я ее тушил, и вот этот агарочек скидывал в коробочку. Это не дело. Это обман. Я потом узнал, что это плохо, то, что свеча... Это жульничество, потому что написано все сожжение. У нас за 30 лет ни одного агарка нету. Это воруют они, а потом переплавляют, перепродают. Жулики в рясах. Тоже вопрос снятый. Ну, то есть, вообще, не прикасайся к этим. Свечи не восковые. Все развеют там, катаракты у людей. Люди болеют, иконы портятся. Они должны быть чисто восковые, с пасеки, вот как мы берем. Он аромат, и у нас все свечи догорает, погаснет, и все. Никогда больше к этой теме не возвращайтесь. Не тратьте время. Больше посвящайте исследование Слова Божия, служение Богу и ближним. Так, связь прервалась. Слова Божия, Слова Божия,